добрый день друзья сегодня мне особенно приятно обращаться к вам потому что мы наконец-то добились положительных изменений мы с вами как вы все знаете сделали акцию нет денег на патент записали обращение к премьер-министру мишустину и я сообщаю вам очень радостной новости поздравляю вас с тем что оплату за патенты отменили указ подписан сейчас я вам расскажу все подробности значит первое согласно указу срок действия всех документов с 15 марта по 15 июня считается приостановленным что это значит если 15 числа у вас была действующая регистрация был действующий патент действующий вид на жительство рвп там любой документ то есть если вы 15 марта находились на территории россии законно то как бы следующий день после 15 марта это 16 июня вот эти три месяца действует при остановлении то есть потом как бы при учете всего они будут как бы вырезан с 15 марта на следующий день станет 16 июня все это время не нужно платить патент не нужно продлевать регистрацию не нужно продлевать вообще ничего приходить вообще никуда не надо вы просто живете живете спокойно работаете я вам сейчас просто буду зачитывать с экрана я по памяти не помню но только-только вышел еще на вот конкретно прям сказано указанный период с 15 марта по 15 июня иностранным гражданам не нужно совершать никаких действий в том числе не требуется обращаться в государственные органы для продления сроков временного пребывания включая продление виз сроков постановки на учет по месту пребывания этого то что вы называете обычной регистрации сроков временного постоянного проживания до рвп вид на жительство ничего не надо продлять сроков действия разрешения на работу патентов и иных документов все продлевается автоматически никуда ходить не надо если вы соответственно вас уже допустим в апреле закончилась регистрация никто вас не оштрафует никаких проблем не будет далее очень часто многие в том числе вот недавно у нас был большой эфир задавали вопросы можно ли будет легализоваться за счет вот этого механизма карантина тем кто уже давно нелегально для вас новости хороший не будет то есть очень важно для всех что вы должны были быть легальными на 15 марта с 15 марта у вас документами все было хорошо никаких штрафов никаких санкций никаких проблем для вас не будет вы все спокойно продлите когда заработают органы и так далее но в любом случае вот этот срок три месяца приостанавливаются все как бы но штрафы там наказание так далее вот до 15 июня спокойно вы живете находитесь здесь все хорошо если же до 15 марта вы уже были нелегалом то после 15 июня когда все возобновится соответственно как только вас поймают ну там депортируют выдворят там смотря уже опять же насколько вы злостный нарушитель это что касается людям которые предполагали что таким образом якобы объявлено амнистия это не так далее важный момент иностранные граждане прибывшие на территорию российской федерации не в целях трудовой деятельности и которые не имеют никаких разрешений патентов все равно могут осуществлять трудовую деятельность то есть законно работать без каких-либо документов тут важный момент то есть если даже у вас нет патента если вы въехали у вас просто миграционка там частная как бы до виза частная цель по въезда вы можете устраиваться на работу работодатели вот отдельно сказано работодатели заказчики могут привлекать таких иностранных граждан на следующих условиях соблюдение требований законодательства включая соблюдение установок ограничений и иных мер направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения то есть тут основным моментом это я сейчас больше к работодателям обращаюсь будет то что когда вы привлекаете людей на работу вам нужно следить за тем чтобы не было вспышки корона вируса а с точки зрения документов как бы от вас вообще ничего не требуется берите людей на работу честно платить им зарплату не обманывайте их не выгоняйте их и дай бог все у вас будет хорошо и второе тоже к работодателям при привлечении иностранных граждан прибывших в российскую федерацию в порядке требующим получения визы ну как мы обычно визовики да то есть иностранцы из визовых стран вот чтобы таких брать на работу у работодателя должно быть разрешение на привлечение рабочей силы ну кто берет на работу визовиков тот это знает он всегда такое разрешение получает а кто берет на работу обычно граждан снг или я с те это обычно такое разрешение получает она им не требуется и также еще важный момент также с 15 марта по 15 июня в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения устанавливающие обязанность выехать из российской федерации а именно нежелательность пребывания неразрешение въезда административное удворение депортации ряд миссия не будет никаких аннулирований виз рвп видов на жительство патентов свидетельства участников госпрограммы то есть никаких аннулирований ничего не будет сокращение срока временного пребывания или лишение статуса беженца или временного убежища вот эти все решения приниматься не будут еще момент многие спрашивали тоже на прошлом эфире что например человек у нее рвп или вид на жительство он выехал из россии ну вот в марте допустим за феврале и сейчас не может ехать обратно он переживает как вы знаете те у кого рвп вид на жительство они не могут покидать россию более чем на 180 дней в году иначе им это аннулируется вот вас тоже касается это приостановление если вы сейчас уехали там к себе на родину там живете у вас эти 108 дней выйдут и вы боитесь что вам аннулирует рвп или вид на жительство или какие-то другие статусы не переживайте вот эти три месяца они не будут зачитываться ни в какой срок течения документа то есть их как будто бы этих трех месяцев и не было вы спокойно вернетесь и вам посчитаю так как будто с 15 марта по 15 июня вы были здесь то есть никаких проблем не было вот я надеюсь что я порадовал вас мы все провели вместе большую работу я поздравляю вас и сам я очень доволен таким результатом вот опять же хочу обратиться ко всем в этот трудный момент чтобы больше было ну нормального взаимоотношения между вами между вами и местными жителями уже фиксируются какие-то случаи кто-то где-то какую-то сумку там с продуктами у кого-то отнял у магазина кто-то еще что-то давайте мы максимально поможем друг другу что таких примеров было минимум мы сейчас работаем еще над какими-то программами помощи вы знаете у нас есть счет да вот карточка сбербанковская туда можно вот у кого есть возможность переводить деньги мы стараемся тоже где-то что-то купить помочь в ближайшее время вы достаточно расширенное видео как одна из самых таких организованных диаспор помогает своим землякам вот это что было хорошим примером для всех и в целом вот но я прошу вас рано или поздно это все закончится и нам нужно как-то жить и работать сейчас рассматривается допустим если ведь отдельно москву рассматривается вопрос может быть активизировать какие-то направления работы тоже жкх благоустройства до чтобы было больше рабочих мест было где работать кто смотрел наш вот предыдущий эфир видели что уже с каких-то там сину как это спалей до сельхоз работы приходят заявки что нужны мигранты там сажать что-то сеять копать и так далее мы будем стараться как-то перераспределить вот эту безработицу может быть в регионы тем более сейчас как вы понимаете отменили как бы фактически патент и плату за патент то есть если у вас был патент московский задумайтесь вы можете ехать хоть в ростов и спокойно работать вам ничего не нужно это документ который я считаю вот то что нам получилось как бы до что его приняли на все усилия наши были не зря ну прям нам самим очень приятно вот сегодня какой-то хороший день вот поэтому давайте так подписывайтесь на канал еще меня просили кстати наши пиарщики сказать все подписывайтесь телеграм-канал наш вот сейчас он здесь появится вот наш телеграм-канал подписывайтесь и обязательно вот потому что мы его активно ведем стараемся а там что-то буквально 500 подписчиков также у кого есть возможность как я уже говорил на наш благотворительный счет чем можете помогите вот мы своей стороны здесь тоже может быть кому-то поможем чтобы человек покушал или где-то жил я понимаю что сейчас с каждой неделе все будет сложнее сложнее запасы заканчиваются но поверьте мы сейчас работаем еще над некой программой да как вот сейчас например я вам рассказываю про этот закон я до этого говорил что может быть примут но не говорил что на потому что ну чего заранее говорить вы сейчас приняли я вам говорю точно так же я вам сейчас скажу мы сейчас работаем над некой программой по помощи людям зависимости от того какой будет ну какая будет финансовая возможность как мы сейчас договоримся с какими-то лидерами да и так далее национальными вот мы сейчас ну готовим некую программу опять же как только вот она будет уже сформирована чтобы я мог сказать и потом уже как говорится не отказываться от своих слов я все расскажу вот все спасибо вам за внимание подписывайтесь youtube телеграм instagram не болейте чтоб все у вас было хорошо спасибо